всем привет вот таки решил записать видосик сейчас попью чаще посмотреть поставил чайник где мой супер штатив в виде кувшина вот и думаю блин давно не записывал никакие видосики и решил вот такой формате муго записать побазарить потому что как это обычно бывает приходишь с работы бодр свеж веселый зол думаешь о куча идей куча там каких-то мыслей хочется о том рассказать о сем рассказать потом поешь немного расслабишься в кругу семьи поиграю с мелким там еще чего-нибудь потом мелкий спать ложится часика в 9 тоже вроде как шуметь нельзя разговаривать нельзя громко видосики записывать вот а шептать на камеру тоже не хочется в итоге залипаешь где-нибудь там либо сейчас я начал либо в компе что-нибудь смотрю там что-нибудь думаю о чем-то либо пытаюсь что-то почитать но чаще всего залипаю в youtube все в youtube залипаешь или с книжкой и там часиков в 11 только осознаешь что блин уже спать охота но сейчас состоялся выйти вылезти из-под одеяла напялил на футболочку решил на попить чаю взбодриться записать видосик потому что потому что почему потому что опять же смотрю как люди даже всякую байду выкладывать но я тоже там не особо умные короче какие-то вещи но смотришь всякую ерунду человек выкладывает и выкладывает только чтобы выкладывать думаю надо тоже чем-нибудь выложить выложить побазарить о том о всем подумать это же полезно в конце концов вот и хочу в качестве темы этого видоса своего чаепития рассказать про то как я занимался спортом тем более это замотивирует меня самого я вот сейчас уже приболел так недели две не занимаюсь потому что прошлую неделю болел эту неделю вроде как еще нельзя чтобы ну для сердца как я уже рассказал сердце нельзя садить если болеешь лучше не заниматься хотя что-то уже хочется потому что когда не занимаешься прямо жизнь не такая интересная что-ли когда занимаешься как-то бодрее тестостерона может больше или еще каких-то гормонов ну в общем прямо веселее жить больше хочется как я вообще стал спортом заниматься заедл я спортсмен началось все с турника турник давным-давно когда я был мелким у меня отец значит поставил на входе в кухню где дверной косяк повесил турник то есть турник это просто труба не знаю покупался сразу комплектом труба и две таких штучки как типа подковки с двух сторон крепятся труба на них и вот подтягиваешься и как-то я особо не заморачивался сразу у меня получилось подтянуться там несколько раз ну раз десять я подтягивался на мелкий был а потом началась физкультура школе школе началась на физре начались подтягивания на физре и хлоп оказалось я подтягиваюсь больше всех в классе ну это порадовало конечно и сразу стал я любить подтягиваться мы все время любим то что вообще у нас получается вот соответственно стала я любить подтягиваться ну и всю школу я подтягивался где-то раз 15-17 вот так вот ездил на всякие там соревнования ну и как соревнования все школы раз раз в год были межшкольные соревнования, то есть со всех школ, все пацаны где-то в какой-то школе съезжались и там подтягивания, по-моему, по подтягиваниям были сборы какие-то непонятные, вот, зеваю, потому что спать уже хочу, уже практически уснул, чтобы не спать, надо чаю себе долить, чаю или кофе, вот, короче, и соответственно на этих соревнованиях я ездил, а потом еще соревнования по бегу были, по тому-посему, а потом стал на них тоже ходить, короче, раскусил я всю прелесть этого дела, стал подтягиваться, вот, после того, как я стал подтягиваться на соревнованиях, я вообще более-менее стал любить физкультуру, ну, непосредственно, насчет того, что здоровый тел и здоровый дух, это я всегда придерживался этого правила, потому что я как-то в детстве довольно много дрался, вот, довольно много в детстве дрался, соответственно, как-то, ну, мне еще мамка рассказывала, что в детском саду, когда я был совсем маленький, только-только мне в детский сад дали, один мальчуган до меня обижал, ну, так как я был не очень большого роста, я не знаю, я этого не помню лично, короче, вроде как меня обижал, ну, и родители меня научили, что, мол, особо не париться и бить человека в лицо, это хорошее дело, плохого человека, вот, поэтому я, в принципе, помню детский сад уже только то, что я чуть-чуть, ну, как бы, по справедливости, не то, чтобы так просто я там всех подряд бил человека в лицо, я всегда как-то придерживался принципов того, что нужно сначала, ну, чаще всего человек, конфликт выходил за рамки того, что можно было решить словами, вот, ну, дело в том, что я без проблем бил человека в лицо и, в принципе, несмотря на то, что был не очень большой и здоровенький, как-то более-менее хороший, хорошо котировался, скажем так, в этом отношении. И до школы это тоже перешло, тоже там я в свое время передал класс, чуть-чуть ли не со всем классом, но, в принципе, хорошие у меня были взаимоотношения со всеми людьми, вот, замечательные друзья, потому что, ну, что, кто в детстве не дерется, вот, и поэтому как-то я к физическому, физическое состояние у меня было нормально, ну, что, на улице у меня детство прошло не за компом, на улице, а только-только дэнди появились, всякая другая фигня, еще у меня не было этой всей бойды, соответственно, на улице я гонял, там, по деревьям лазил на велике, там, еще где попал, в штабе киров, вот, соответственно, и дрался тоже. Ну, вот, после этого, вроде как, у меня круто получилось подтягиваться, я стал это любить, дома я подтягивался, в школе я подтягивался, на физере, туда-сюда, потом стал бегать, я просек фишку еще такую, что, например, когда там длинный марафон бежишь, а в лагере, я просто ездил в один и тот же лагерь, и в одну смену, там, я уже был в каком-то, довольно, в третьем отряде, что ли, ну, довольно старший отряд, лет 10, по-моему, и 11 тогда мне было, попался вожатый, каждое утро нас на зарядке заставлял бегать, километров в пять мы там срывались и бежали, короче, сначала всех напрягало, сначала бесило, короче, когда-то не выспавшись и бежишь, там, эти, парасония, холодно, а потом к концу, блин, стало круто, кто первый прибежит, ну, вожатый-то прибегал быстрее всех, вообще длинный какой-то был такой, ну, и, соответственно, нам по 10 лет, а ему там лет 18 было, вот, но все равно после этого я поехал во вторую смену, в другой лагерь, и в другом лагере я просто королем по бегу стал, как оказалось, там, видимо, тоже физрук что-то решил всех гонять, и хлопцы стали гонять, и я все время первую прибегаю, вот, и все время бегал первый, еще потом с футбольной командой поехал в другой лагерь, в свой же вот бывший приехал, там все друзья, все бабы, короче, знакомые, все, ну, вообще круто, короче, и я вроде как еще из другого лагеря приехал в команде, ну, прямо интересно, и полюбил я еще и бегать в школе, я еще просел такую фишку, бежишь там, например, на длинную дистанцию, там один какой-нибудь товарищ вырвется вперед, а ты вторым бежишь, бежишь всю дорогу вторым, всех выигрываешь, а он нервничает, я потом и на лыжах такую же схему взял делать, а он нервничает всю дорогу, и вот до этого, до финиша остается там, ну, как говорится, финишная прямая, метров сто метров, может быть, пятьсот, по газам, а он всю дорогу нервничал, бежал первым, и все, прибегаешь первым, и нормально, стал я ездить на все эстафеты, основные эстафеты у нас городские соревнования проводились, когда со школы четыре человека, это эстафетная палочка, по подтягиваниям, ну, короче, такое интересное дело, ну, тогда я подтягивался, ну, раз семнадцать, наверное, на максимум, потом я стал ходить в качалку, в классе, наверное, в девятом, мы с одним пареньком, что-то на физре, там, вон, я дома отжимаюсь, а я, короче, пресс качал еще все время, ну, мне там надо было, тоже, может, так не расскажу, короче, мне надо было все время качать пресс, вот, и что-то, короче, он меня позвал, вот, тут у нас, типа, там, в КСЦ, типа, клуб спорт, клуб отдыха и спорта, там, или еще чего-то, короче, там был зал, и была такая каморочка с качалкой, вроде как, типа, один его товарищ, там, старший какой-то, приглашают на качалку, мы пришли, там, какой-то тип года два на старше был, ну, может быть, в классе в десятом учился, и давай нас чего-то там учить, с блином прыгать по ступенькам, якобы, ноги, ну, короче, какую-то байду, потом мы забили, по 10 рублей, что-ли мы заплатили ему за первый месяц, или за по 15 рублей, фиг, какие-то крайне смешные, даже для школьников, даже для того времени деньги, вот, ну, и там была такая качалочка, и вот я стал ходить, этот тип как-то слился, а я стал ходить, там, прямо, была компания такая в качалке интересная, был мужик, лет, наверное, 45-50, такой, ну, прямо здоровый, толстый, он там, все гири, которые были, там, две по 32, две по 24, короче, все вот в охапку брал и тягал их, были пацаны, в основном, постарше меня, то есть, где-то на год, на два, а когда вот в школе учишься, там, десятиклассник для восьмиклассника, ну, блин, это вообще конкретный кумир практически, тем более, там, ну, как, мы с ними вообще хорошо общались, там, был пацан, например, тоже слушал рок, хотя там все вот были, в основном, рэперами, такими гопниками, а я был такой, прямо рокер, и ездил в город, в основном, гулять в такую тусовку, соответственно, ну, как-то мы с ним сдружились, то есть, а он играл, он играл уже в очень крутой группе, под которую прямо там толпы ломились, он даже в двух охерительных группах, одну прямо, я считаю, прямо легендой, я сейчас, бывает, с удовольствием играю их в песни, там, прямо, тоже расскажу про них, там, у них лидер был убит в свое время, потом, ну, в общем, крутая группа, ну, и вторая тоже охерительно металлическая группа, там, даже не металл, какой-то трэш металл они играли, короче, я под них колбасился, и плюс-плюс с ним в одну качалку ходили, он был волосатый, тощий, потом к концу, наверное, года через два, через три, стал лысым кабаном огромным, вот, ну, и просто там был такой, друзья мои ходили, тоже парочку друзей оттаскал, туда, там, меня первый раз штанга придавило, я тогда, наверное, поднимал максимум килограмм 60, ну, весил мало, я говорю, в классе 9-14 лет мне было, вот, я помню, как-то пришел, и никого нет в качалке, я, короче, думаю, попробую повесить, я вешал два больших блина по 25, и гриф, килограмм 60-70, короче, тигавры от груди, или по 20 ли я весил два блина, тут я, короче, много маленьких понавесил, все маленькие набрал, что там такие были подозрительные, короче, блинчики, все маленькие набрал, повесил, раз делаю, два, короче, 10 раз сделал, а я еще как, 10 раз делаю, 10 раз отжался, 10 раз делал, 10 раз отжался, такой бодрый, короче, ритм был тогда у меня, но я по форме был, ну, как бы, один из самых таких эффективных типов в качалке, вот, и тут понавесил, и потом я посчитал, что все эти маленькие блины весили в сумме гораздо больше, ну, не гораздо больше, килограмм на 10 больше, чем я до этого тягал два больших блина, а два больших у меня была психологическая, как бы, планка, что, блин, два больших блина, я говорю, вот, все психологии играют большую роль, вот, а тут много маленьких понавесил, по факту потом оказалось больше повесил, а то, что много маленьких кажется, что, типа, меньше, и вот раз, после третьего раза меня придавило, и я лежу, короче, в качалке, а там качалка, маленькая коморочка, граничащая дверью, дверь открывается в большой баскетбольный зал, прям, даже не баскетбольный, просто огромный зал, и там постановый футбол, баскетбол, и тут ребята приходят, играют, короче, то есть мяч вот этот, бах-бах-бах-бах-бах, гремит, эхо огромное, и я лежу сначала, вроде, что-то стремно как-то, я, эй, эй, потом понимаю, блин, давит штанга, я не так, не всякий, я не скидываю, я тогда не умел, короче, вот, и на скамье на это лежу, и штанга это придавила, и давит, и я понимаю, что, блин, если сейчас, а я еще пришел пораньше, я понимаю, что минимум час еще может никто не прийти, и я там, эй, эй, и потом уже ору, там уже охрип, эй, эй, и ладно, там друг у меня что-то решил туда зайти, проверить, то ли проверить, я пришел, не пришел, ну, потому что у нас-то, типа, было место встречи, заходит, увидел, я, эй, давай, говорю, скорее, вот, подбежал, убрал штангу, в общем, так меня первый раз в штанге придавило, ну, в общем, так все и было, я там ездил, я отжимался, подтягивался, на улице у нас любимая игра была лесенкой, то есть мы постоянно во дворе там тусуемся, сидим что-то, я выхожу, и сразу мы в лесенку играем, это там, и там еще с друзьями отдельно ходил подтягиваться, вообще идешь куда-нибудь, пешком везде ходили, идешь по городу, хлоп, видишь турник, хлоп, заскочил, потянулся, там, раз 10-15, или в лесенку сыграл, и дальше пошел, в общем, было интересно, вот, после этого, после школы я, значит, уехал в некоторые города, жил там, и вообще не занимался, ну, так, бывало, ходил на турники, когда мог, и не занимался, я что-то как-то подзабил, потом поступил в универ, и сейчас я налю себе все-таки чаю, и расскажу про то, как в универе я занимался. Короче, вот, в универе у нас сразу нам предложили разделение, нужно было выбрать группу физкультуры, которой ты будешь заниматься, были футболисты, которые должны были в футбол, ну, в футбол постоянно играли, были, короче, там какие-то типа лечебная физкультура, ЛФК, ну, короче, кто закосил, те пошли туда, ЛФК, там, говорят, вообще зачет было получить, вообще нечего делать, просто там, даже не то, чтобы ходить надо было, а просто пару раз появиться, вот, тебе за ЛФК поставила тетенька, вот, у девчонок была и там еще какой-то аэробика какая-то была, и еще были общая физкультура, то есть они непонятно чем занимались, вроде как должны были в настольный теннис играть, и иногда по лесам бегать, вот, и еще качалка, я пошел в качалку, думаю, буду заниматься, я всегда как-то более-менее это дело любил, как я уже сказал, давно-давно в школе занимался, чуть-чуть, и пошел в качалку, ну, там прикольно, первый куст, прямо строили, то есть два физрука, орут там два таких мужичка стареньких, строишься, разминка, то есть реально приучили делать разминку каждый раз, ну, вообще, я вот сейчас вот вспоминаю, считаю, что очень-очень здраво нас учили, прямо здраво, и требования были, то есть вот, если ты не ходишь ни хера, ты должен каждый, знаете, отработать, чтобы зачет получить, в качалке был самый сложный зачет, я не знаю, как получали футболисты зачет, ЛФКшники вообще ерунду получали, которые вот просто бегали, я бывал, ржал, они, например, там прогуливают, там, идешь ты на физру, они там, пиво пошли пить, там, или еще что-то где-то слонятся, а потом, когда зачетная неделя подходит, смотришь, они там с сумкой, в брюках, там, в каких-то непонятных куртках, в шапке вот так вот съехали, короче, в крайне несуразном виде, по грязи, по снегу, по каким-то лесам бегут, потому что им нужно там жить, не быть километров, там, я не знаю, 5 или 20 пробежать сейчас, ну, короче, отбегать все, что они не отбегали, я прямо ржал над ними, они там с портфелями, потому что и портфель некуда, короче, байда, у нас же было прямо вот жестко, должен сколько часов есть, и все должно отходить, сколько там подтягиваний должно подтянуться, сколько надо там, в общем, все четко, но если дифт за счет, ну, и у меня, соответственно, все получалось, я прямо рад был там, я подтягивался чуть ли не, ну, как бы, мы там с одним пареньком, с двумя, с тремя подтягивались больше, как бы, на уровне, не в том дело, что прямо я больше всех подтягивался, были люди, которые подтягивались больше меня, понятное дело, но, как бы, ну, если они больше меня подтягиваются, я в чем-то другом превосхожу их, короче, нужно стремиться во всем развиваться, тогда ты будешь таким, ну, как-то круто, короче, себя чувствовать, вот, ну, и вообще, как-то я, мне это дело понравилось, конкретно, что я стал прямо заниматься, несмотря на то, что нифига не жрал, тогда я еще курил, первые там несколько курсов я курил, нифига не жру я, бывало, мог за день съесть там один пирожок с капустой, вот, и при этом убиться в качалке еще в шесть пар просидеть в универе, я там бывало вот так вот валился, особенно там еще бывало гудел, то есть гудишь, например, ты, ну, здоровье, конечно, позволяло, гудишь, например, ты всю ночь, вот, еще и куришь, еще я нифига не жрал, пить охота, первая пара физра, а ты приходишь и понимаешь, что тебе хочется выжить, ты там жмешь, 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 а потом еще идешь с товарищем, у меня там друг, как бы первые такие друзья по универу, ну, кроме одногруппников, группа шеи так называемых, это вот именно с качалки, сейчас в основном с друзьями, с которыми видаешь, это именно друзья с качалки универской, с которыми мы 5 лет дружно отходили в качалку, вот, тут же меня там друзья зовут, типа, о, давай в лесенку, я их сначала научил на свою голову в лесенку играть, потом каждый раз, что бы мы ни делали, в лесенку по-любому надо было сыграть с ними, вот, и я там после там пятого подхода в эту лесенку, с этой бывало пару раз чуть выпадал, потому что, блин, башка вот так вот, девчонки, короче, которые в качалку пошли, они, конечно, классно, они там ничего не делали, физруки как-то так, ну, заставляли тоже их из руки, ну, как-то так прокатывал и весь год в тепле, то есть это все на улице, там, где-то дождь, не дождь, наплевать, а ты все время в тепле, ты знаешь, что нормально, как бы, всегда можно было подгадывать, когда у тебя там прогулы есть, ты должен отходить, поэтому в любом случае режим, как бы, дождь, ты там, 4 своих часа в неделю, ты по-любому в качалку ходил, это вот было круто, потом дальше на последних курсах я вообще ходил, там уже нельзя было ходить, я все равно ходил, потому что бесплатно в течение дня, что там кроссовки вообще не прихватил и пошел, вот, и там я уже стал заниматься, прямо занимался, занимался постоянно, может быть, не было у меня какой-то нормальной техники, даже не то, чтобы техники, программы нормальной не было, не было нормального питания, не было, может быть, нормального сна, но я прямо вот конкретно занимался, потому что ехал от этого дела, ну и, соответственно, круто выглядел, потому что у меня хорошо. Быстро горел жир и хорошо себя чувствовал. Ну, вообще, было круто, короче. Единственное, я тогда в курсе на третьем повредил, видимо, связки, потому что там, не думая, не разогревая фармспортом, занялся там с одним типом, с товарищем тоже. Он худенький, маленький, короче, но вот именно фармрестлинг вообще был такой сильный, всех хвалил. Я его один раз выиграл, два раза он меня выиграл, после этого у меня стали болеть эти, и я стал как-то придерживать, я подумал, надо развиваться, надо заниматься этим делом, а он постоянно занимался. Ну, я, например, его гораздо больше уважал, вот. Тогда максимум я добился от сотни, до сотни один раз за всю учебу. Ну, как говорю, неправильно занимался, слишком часто занимался, слишком много занимался, то есть это больше, не знаю, на рельеф и на выносливость был. Я мог там работать, я как-то раз с одними типочками, там, они меня позвали, друзья мои, вроде как денег заработать, там нужно было асфальт укладывать. Короче, долбили мы этим отбойным молотком, там, целый день я пропахал, прямо, они, блин, поражались, говорят, о, как работоспособный человек, говорит, у нас он здоровяк, такой, там еще приходил, ни хера, говорит, не мог, это тут весь день как бы, говорит, а я сейчас вот думаю, что, блин, это все благодаря качалке, вот. Ну, как, за этот один единственный день ни хера не заплатили, я сразу нафиг оттуда ушел, потому что там какое-то подозрительное руководство было, а эти бедолаги там месяц отработали, всю стоянку заасфальтировали, бордюры уложили, все их завтраками кормили и так и не заплатили, они потом разбирались, разбирались, так, по-моему, без денег и остались. Ну, вот, соответственно, я всю учебу прозанимался и физруки мне говорили, что вот надо бы на соревнования тебе пойти, типа, одно дело ты тут жмешь, один вес, на соревнования, говорит, совсем по-другому, но что-то я не пошел на соревнования, раза два меня они предлагали, у меня был вес 60, у меня вот за все время учебы 60 вес как был, в начале 60, 63 остался, потому что вот неправильно занимался, я был накачанный, я когда начинал заниматься, реально был как бы, то есть, там, все смотрели на меня и говорили, да, ты, типа, накачанный парень, то есть, даже бывало в такие неизвестные компании, там, приходишь, все вроде как удивляются, что ты такой вот, прямо рельефный, рельефный, там, все, но вес, вес оставался точно такой же, силовые росли, все круто, ну и, соответственно, вот после учебы я уже, наверное, как бы заниматься нормально спортом закончил, потому что потом еще и бывало так набегами, ходил в какие-то качалочки, там, ну, не знаю, раз в неделю, раз в две недели, после учебы чаще, потом дети, потом семья, потом, ну, все вот эти дела, работа и, соответственно, вот сейчас я занимаюсь дома, ну, вот такой вот я спортсмен, можно сказать, хотя сейчас, наверняка, силовые выше, потому что последний раз, когда я, наверное, уже год назад ходил в последний раз в зал, я делал сто, ну, несколько раз, короче, три подхода у меня было по сто, и по нескольку раз я делал, ну, сейчас мне уже стремно говорить о таких цифрах, потому что и вешу я больше, и друзья, вот у меня, вот с качалки, например, друг у меня, но у него нет детей, вот, он живет сам по себе, то есть у него гораздо больше свободного времени, после работы он смело идет в качалку, он меня звал-звал, я его потом звал в другое время ходить, короче, так, и он ходит сам по себе, я сам по себе, так, мы с ним пересекаемся, только пообщаться, он уже 110 и даже больше жмет, по-моему, потому что чуть ли не 120 он жмет, вот, но он там и ест, и пьет, и принимает, и колет, вот, как бы реальный человек занимается, реально занимается, вот, я, к сожалению, только для поддержания какого-то общего тонуса, вот, сейчас собираюсь опять купить все-таки билет в зал, чтобы снова ходить, хотя бы по выходным, но что-то опять тяну, и занимаюсь дома, ну, вот, у меня вот гири есть, есть гантели, есть турник, но все-таки, конечно, нет штанги, нет штанги, и все-таки жим, я, вот, мое самое любимое, это вот подтягиваться и жать, подтягиваться я еще могу дома, а жать все-таки нужно в зале, нужно в зале, чтобы был настрой, была подготовка, была разминка, и нормальные веса ты мог сам подбирать, еще страховали тебя, короче, ну, вот, в принципе, и все про мой спорт, так называемый, вообще заниматься спортом круто, еще круто бегать, я помню, был у меня военный лагерь, тоже мы постоянно бегали, вообще постоянно, постоянно бегали, и помню свое, вот, даже удивление, что ли, когда, после того, ну, там, сколько, три недели, по-моему, был военный лагерь, когда мы постоянно, постоянно бегали, бегали, еще раз бегали, помню, ближе к концу, я уже понял, поймал себя на мысли, что я иду, короче, и вижу там, где-то, чуть ли не в километре, автобус мой подъезжает, а там ждать нужно было минут 20, минут 30, следующего автобуса, к повороту подъезжает, вот, сейчас повернет, остановится, я срываюсь с места, бегу, и без проблем на него успеваю, я не выдыхаюсь, я быстро бегу, быстро, далеко и долго, ну, это круто, это круто, когда ты быстро, далеко и долго, потому что потом, когда я уже, вот, после универа, когда еще у меня была очень такая нормальная форма, я был, как бы, реально подкачанный тип, с одним моим другом, мы тоже пошли в какую-то подвальную качалку, ну, чисто вдвоем пришли, там позанимались, там был, кроме нас, еще один человек, по-моему, был, там была груша и зал для вот единоборств, вот, мы взяли перчатки и давай с ним боксировать, а друг, вот, у меня непосредственно, как бы, он качался меньше меня, жал меньше меня, занимался меньше меня, вот, только-только начинал, а сейчас вот он кабан, это я про другого говорю, сейчас вот тоже, вот, я недавно встретил, ну, реально, как бы, мясо выросло, наверное, килограмм двадцать на нем, вот, с того момента, а тогда он был, как бы, менее меня подготовленный, но он занимался всякими единоборствами и бегал, и вот мы давай боксировать, а я вообще не бегал, и я понимаю, что сил много во мне, и энергии много, как бы, и бью я нормально, и то, и все, но выдыхаюсь, я прямо чуть ли не легкий своего плену, я прямо, очень, а он бодрый, свеж, бодрый, свеж, прыгает гациозно вокруг меня, как бы, ну, он по исследованиям ездил, там, по некоторым, ну, как бы, занимался, реально, вот, такими единоборствами, и сейчас, наверняка, занимается, соответственно, я почувствовал свою вот ущербность в том плане, что, несмотря на то, что, вроде как, физически я сильнее, ну, вот, по выносливости, по дыхалке, вообще, вообще, на голову, просто, просто, вообще, ну, как, ни о чем, я три минуты, и все, я выдохся, и тогда я задумался над тем, что все-таки бегать нужно, нужно бегать, нужно заниматься во все, во всех плоскостях, и на силу, и на выносливость, и сердце тренировать, короче, вот, такая ерунда, ладно, тогда, давайте, всем пока, разговорился, что-то, ну, в итоге, обо всем и ни о чем, вот, так вот я занимался спортом в своей жизни, чем попало занимался, ну, по факту, все это было так, общая физическая подготовка на уровне таком, средненьком, так, если тоже поупендриваться по показателям, сейчас максимум я могу тридцатку подтянуться, 120, по-моему, да, я на камеру уже отжимался-то, отжаться, ну, сотку, наверное, я пожму от груди, вот, ну, и по приседаниям, я не знаю, не приседал никогда особо, вот сейчас только начал приседать, и, кстати, блин, вот, приседание вообще хорошая вещь, приседаю и прямо чувствую, что в общем становлюсь сильнее, вот, в принципе, в принципе, и все, надо заниматься, надо, надо заниматься обязательно, вот, в первую очередь, это я говорю самому себе, вот этому человеку в очках, ладно, всем пока, всего хорошего, занимайтесь спортом, читайте книжки и развивайтесь вообще по всем направлениям, давайте всем пока!